Добрый день, уважаемые горожане! Сегодня 16 сентября. Мы с вами не анализировали коронавирусную инфекцию в городе чуть больше двух недель. И сегодня можем эти цифры посмотреть, сделать из них какие-то выводы и поговорить, что нас ждет в будущем, на что нам нужно обратить внимание. Но сразу хочу сказать, что абсолютно ничего принципиально нового у нас в ситуации не меняется. Все, что происходит в городе, это прогнозируемые, ожидаемые вещи. Мы с вами о них много говорили. Это некоторый рост заболеваемости, совсем несущественный, связанный с тем, что теперь у нас многие люди собрались в организованные коллективы. У нас пошли детки в школу, в детские сады, вернулись из отпусков многие взрослые. Те, кто находился и имел возможность на самоизоляции, многие вышли на работу. И естественный процесс, что в сентябре, когда эти коллективы начинают вместе работать и обмениваться теми вирусами, которые они приобрели в тех или иных местах, пока отдыхали или где-то были, это приводит к некоторому росту заболеваемости. Тут абсолютно ничего нового нет. То, что при этом несколько выросла и заболеваемость коронавирусной инфекции, тоже совершенно нас не настораживает и не удивляет. Это тоже естественно. И мы видим, что при том охвате тестирования, он на сегодняшний день у нас в городе составляет более 400 анализов на 100 тысяч населений в день. Это, конечно, очень большой охват. И чем больше мы тестируем, тем больше мы выявляем, естественно, лиц, которые выделяют вирусы бессимптомно, находятся в легких формах. То, что на других территориях просто остается неохваченным, не выявленным, вот той частью айсберга, которая остается под водой, на самом деле есть везде, а мы просто ее выявляем, у нас становится больше. Но, тем не менее, цифры, еще раз скажу, прогнозируемые. На сегодняшний день у нас уже 1331 заболевший. И если мы посмотрим вот эту динамику за последние 2-3 недели, то увидим, что в среднем прибавлялось где-то по 11 человек в день. Ну, я бы сказала, что это примерно тот же уровень, о котором мы с вами говорили раньше. Конечно, в течение недели эти цифры плавают, как всегда, больше выявляется в начале недели, вторник, среду, и к выходным эта цифра спадает. Ну, конечно, был разброс большой, от 6 человек в день до 24 человек в день, но эти колебания совершенно естественны. Выздоровевшие. Выздоровевших на сегодняшний день 1086 человек. И тоже это такая цифра понятная для нас. Выздоровление идет тоже примерно с той же скоростью, с какой у нас было это и раньше. И вообще хочу сказать, что выздоравливающих у нас, конечно, большое количество людей, мы за них рады. Умерших. Вот умерших у нас количество, пока мы с вами не разговаривали, увеличилось на 2 человека. В первую неделю сентября у нас умер мужчина 69 лет. Это мужчина, который, конечно, вот еще раз отметим эти факторы, которые влияют на тяжелое течение заболевания в возрасте, с одной стороны, и с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые у него уже были на этот момент, это второе, которые перевели его достаточно быстро в тяжелую степень тяжести и не дали возможность этого человека вылечить. Он ушел из жизни 9 сентября. И на второй неделе сентября у нас с вами в городе от COVID-19 умирает еще одна женщина 64 лет. Но ее ситуация более, я бы сказала, печальная, потому что она находилась на лечении в Нижнем Новгороде, в одной из лечебных организаций по поводу другого тяжелого заболевания. К сожалению, получила там контакт с ковидным больным, заразилась, вернулась в город. И вот на фоне тяжелого своего основного заболевания ковид она, конечно, не перенесла. И тоже очень быстро ушла в тяжелое состояние и ушла из жизни 13 сентября. Мы, конечно же, скорбим по каждому умершему, но при этом, если говорить о голой статистике, то 9 умерших на фоне 1331 всего заболевшего, мы видим, что количество смертей у нас составило примерно 0,7. При этом мы знаем, что в среднем смертность по России от COVID-19 составляет порядка 1,5%. Она немножко разнится по разным регионам. Это тоже все на сайте можно посмотреть, поинтересоваться. Ну и можно также поинтересоваться статистикой других городов. И пока есть это заболевание, и оно имеет уже понятную нам закономерность, мы еще пока не знаем отдаленных эффектов, но уже течение заболевания мы с вами представляем. Медики, которые оказывают помощь, тоже это все понимают и понимают, что есть смертность. И от нее мы тоже уже никуда не денемся. И те группы риска, которые в первую очередь этому подвержены, конечно, и больше всего опасаются и правильно делают. И именно для них мы говорим те меры профилактики, которые они в первую очередь должны соблюдать. Итак, 9 умерших, выздоровевших 1086. Таким образом, мы видим, что сейчас болеют у нас в городе 245 человек. Вот, находятся еще в фазе заболевания. Из этих 245 человек 30 госпитализированы. Из них у 20 человек средняя степень тяжести. И опять же, если по дням, не только на сегодняшний день, а за все вот эти две с лишним недели посмотреть, то мы видим, что среди всех выявленных больных у нас 90% – это легкие формы заболевания, и 10% приходится на средние тяжелые и тяжелые. Вот на сегодняшний день мы видим, что 8% заболевших у нас переносят заболевания в средней степени тяжести. Тяжелых у нас сейчас нет. Но по дням, опять же, если посмотреть, то у нас тяжелых бывает в разные периоды. Вот пока мы фиксировали эту заболеванию, до 2%. И, конечно, вот из этих тяжелых, как правило, и вырисовываются те полтора. По России у нас 0,7 людей, которые уходят в смертность. Не всегда это, конечно, именно так. Не всегда тяжелые течения приводят к смерти, и слава богу. Но, тем не менее, на что мы должны обращать внимание? Опять все те же простые вещи. Больные на работу не ходим, детей больных в садики и в школы не водим. И если есть заносы инфекции, то тогда соблюдаем те правила, которые советуют нам эпидемиологи. Вот у нас сейчас в связи с тем, что начали сады работать и школы, уже есть заносы. У нас были заносы в два класса 16-й школы, но карантины у них на сегодняшний день, вот сегодня последний день у них закончились уже карантины. Был занос в один класс пятой школы, был занос в одну группу детского сада номер 5, у них карантин заканчивается 18 сентября. В детском саду номер 2, карантин закончился вчера. И пока еще активно у нас занос в детский сад номер 35. Вот что я хочу сказать. Таким образом, у нас есть коллективы, где либо школьники или детки детских дошкольных учреждений, либо учитель и воспитатель делают так называемые заносы. То есть успевают прийти уже заболевшие в детское учреждение или в образовательное учреждение, и тогда появляется целый коллектив контактных. Контактными при этом считаются только те, кто эту группу посещал. То есть это либо дети этой группы, либо учителя или воспитатели, которые с этой группой работали. Поэтому мне не очень понятно, почему контактными считают еще и их родители. Вот пока дети не заболели, не проявили никаких признаков заболевания и не выделили вирус, их родители ни в коем образом контактными не считаются. Поэтому я обращаюсь в данном случае к работодателям и хочу, чтобы немножко вот этот пыл и жар у нас остыл. Потому что нам с этой инфекцией жить еще долго, пока мы с ней не справимся. И вот так вот шарахаться от каждого случая и всех вокруг, контактных, через контактных, через пятое-десятое колено выводить с работы, я не вижу никакой необходимости. Абсолютно никакой. Думаю, что если есть какие-то вопросы, всегда их можно обсудить с лечащими врачами, их можно обсудить с эпидемиологами, с нами можно обсудить. И не страшиться лишний раз. Потому что чем шире мы эти круги с вами рисуем, чем большее количество так называемых контактных, которые по сути никакими контактными не являются, анализируем, тем больше мы выявляем людей совсем бессимптомных. А сейчас вы, наверное, слышите по средствам массовой информации, что очень долго могут выделять вирусы и ранее переболевшие люди, и бессимптомные. И сейчас ведется большой спор между учеными. А вот такое малое выделение вируса является ли оно вообще опасным для окружающих? Понимаете? И панику сейчас на этом фоне создавать совершенно не нужно. Но при этом беречь все-таки группы риска, а это лица пожилые и лица больные, вот их, конечно, нужно. Если мы с ними рядом живем и работаем, значит, мы можем и себя защитить, органы дыхания и социальную дистанцию. Ну а лучше, конечно, я рекомендую самим этим лицам, кто понимает, что они могут в случае заражения переболеть тяжело, им самим использовать в первую очередь все эти меры безопасности. Ну а все-таки ожидания, что же нам ждать? Когда же в конце концов нам обещали, что это заболевание закончится к лету? У нас было у всех такое радостное ожидание, что вот придет жара, все это схлынет, спадет. И действительно, мы с вами наблюдали некоторое снижение заболеваемости. Но в основном это было связано с тем, что многие коллективы разобщились. Разобщение всегда ведет к снижению всех инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путем. У нас разошлись кто в отпуска, кто разъехался, дети ушли на каникулы, детей забрали из детских садов, дачи прекрасно на это сработали, мы разошлись каждый по своим дачам. И сейчас, когда жизнь восстанавливается в больших коллективах, да еще и холода наступает, подтягивается простудный фактор, конечно, заболеваемость несколько будет расти. Что нас ожидает? Когда мы все-таки сможем справиться с этой пандемией и перестать массово болеть коронавирусной инфекцией? Варианта только два, товарищи. Первое – это как в старые времена всем дружно переболеть и выработать коллективный иммунитет. Либо второй вариант – дождаться вакцины и также массово проиммунизироваться и считать уже, что эта ситуация позади. Мы живем с этим заболеванием, как со всеми другими, с гриппом, с высокопатогеном, который, напоминаю, дает гораздо большую высокую смертность. Только у нас у большого количества людей уже иммунитет к нему есть. Плюс мы его вырабатываем с помощью вакцины. Конечно, второй вариант предпочтительнее. Конечно, мы, как люди современные, понимаем, что лучше дождаться вакцины и провакцинироваться. А пока вакцины нет, профилактироваться теми способами, которые у нас уже зарекомендовали себе. Ничего лучшего мы пока придумать не можем. И опять же, заговорив о гриппе, хочу еще раз напомнить, что у нас началась уже практически в городе вакцинация против гриппа, куда еще раз напомню, вошли новые штаммы вируса гриппа, которые будут актуальны в сезон 2020-2021. И, конечно, я рекомендую всем, в первую очередь, лицам, опять же, из группы риска, провакцинироваться. Вот в первую очередь у нас опять же тактика и логика очень простая. Защитить себя должны все те, кто в случае заболевания будет тяжело болеть. Вот они в первую очередь. А вот именно они-то часто говорят, да что вы, у меня такая иммунная система слабая, куда уж мне еще и вакцину делать. Так вот только вам и нужно-то, товарищи. У кого вот именно иммунная система слабая, у кого хронические заболевания легочные, сердечные, у кого возраст уже приличный, у кого большие контакты с детьми. Это я прямым текстом про педагогов говорю и про воспитателей. Это медицинские работники. Это такие сотрудники, как наши, которые тоже очень много общаются с коллективами. Конечно, они в первую очередь и работники коммунальных сфер должны вакцинироваться от гриппа. Я вам это искренне рекомендую для того, чтобы обезопасить себя еще и от этой напасти. Ну а в целом и общем мы продолжаем с вами жить ровно в той же ситуации, которая была. При этом, с одной стороны, еще раз предлагаю не отчаиваться. Ну что ж, вирус вошел уже и укрепился очень надежно в популяции человеческой и не отступит уже теперь. Ну и мы отступать не будем. Мы знаем с вами, как профилактировать. Медики знают, как лечить. И мы с вами дружно все ждем вакцины. Это тоже будет замечательный период. Всего доброго, здоровья вам, до свидания.